А мы продолжаем разговор о занятости молодежи с нашими сегодняшними гостями. У нас сегодня в студии организаторы чемпионата по управлению проектами для школьников Young Crew Latvia. Наши гости Анастасия Загузова и Игорь Чупин. Добрый вечер. Итак, вполне логичный вопрос. Что это за проект? В чем его суть? Цель нашего проекта не только рассказать об актуальности управления проектами школьникам, не только провести чемпионат, а также дать им базовые знания о том, что такое проект, как можно определить цели, как набрать команду. Именно для этого мы проводим еще дополнительное маленькое мини-обучение. Оно будет проходить следующую субботу, 24 сентября, при поддержке высшего учебного заведения Ресеба. в здании H2O. Это академия, куда приезжают как семинар, куда приезжают школьники, лекторы проводят им лекции о том, что такое проект и так далее. Затем мы приглашаем тоже ведущих специалистов по управлению проектами, и они расскажут о своем опыте вообще. Как набрать команду, как это здорово, как это интересно. И, естественно, наша цель заинтересовать школьников, чтобы они уже знали, куда им идти учиться, на кого и так далее. Какие темы проектов? Что вообще за проект? Что такое проект? Например, есть какая-то проблема или совокупность целей у определенной команды. Чтобы решить проблему или достичь цели, нужно принимать какие-то действия. Это и есть проект. То есть это такие практически жизненно необходимые знания, если учесть тот факт, что жизнь, по большому счету, как и жизнь сегодня, между прочим, это один большой проект. А вот расскажите, может быть, как-то очень элементарно, просто, в чем состоит суть этого проекта, каковы его этапы, как реализуется проект, как нечто такое глобальное, может быть? Да, безусловно, у каждого проекта он разделен на определенные этапы. Например, начало, идея. Затем происходит какое-то исследование отрасли или какой-то сферы определенной. Затем составляются некие планы, например, анализ рисков, что мы будем предпринимать, если будет вот это или вот это. И да, как в результате, получается проект. Ну вот что действительно актуально для школьников, это, наверное, в начале года, давайте не будем забегать вперед, экзамен не будем брать, но вот контрольная работа. Если мы возьмем ее как проект, Игорь, вот обращаясь к вам, давайте попробуем все вместе расписать контрольную работу в школе, разложить ее на проект, вот с чего надо начинать, как тогда готовиться, как потом реализовывать, для того, чтобы это было успешно в итоге. Безусловно, необходимо поставить цель, прежде всего. Видимо, в экзамене это будет сдать экзамен. И после необходимо готовиться. Естественно, я могу дополнить, что если есть какая-то цель сдать экзамен, значит, нужно ходить на уроки, нужно делать домашние задания, например, участвовать в каких-то олимпиадах. И тогда, безусловно, если ты читаешь книги и готовишься, в результате твой проект будет сдан на отлично. Ну, то есть понятно, что для того, чтобы написать контрольную работу, к ней нужно подготовиться, но, наверное, важно, чтобы все-таки в голове у школьника была вот эта структура, вот это поэтапные действия, шаги, что нужно делать в любой ситуации, будь то контрольная или какой-то другой проект, чтобы была четкая цепочка, что, зачем должно идти. Кто будет принимать участие в этом проекте? На какую аудиторию это рассчитано? Школьники каких классов? Рассчитано на... Да, в данной ситуации это школьники. Этот чемпионат проходит второй год. Школьники с 10 по 12 класса могут подать заявку, запомнить просто элементарную анкету. Заявку можно подать до 10 октября. Данная заявка была разослана всем школам в Латвии 5 сентября уже. Затем 14 октября будет проходить онлайн-тест, так называемый. То есть команда, минимум 3 человека, максимум 4 из одной школы, садится одновременно за стол и начинает решать в определенное время тест. Тест вопроса на тему управления проектами. Можно использовать все. Интернет, звонки, друга, неважно. Затем мы отбираем 5 лучших команд и 21 октября мы пригласим их на сам финал чемпионата. Он тоже будет происходить в Ресебе. И там уже им дадут задания, они будут презентовать свои решения, например, какой-то проблемы. И затем призовые места и празднования. Какие подарки? Подарки разные. Есть и денежные призы, есть какие-то приглашения на семинары, даже вплоть до всяких ламп настольных. То есть все, что на самом деле, возможно, это не максимально мотивирует школьников, но зато главное участие. Главный приз – это знания, которые они получат. То есть это цель, в принципе, этого чемпионата. А вот почему этот проект родился? В нем была какая-то потребность? То есть организаторы данного проекта почувствовали, что нашим современным школьникам, современной молодежи вот не хватает вот этого системного какого-то восприятия неких задач, каких-то ситуаций жизненных? Ну, первая была, конечно, цель вообще показать, что это актуально. И несколько лет назад такой чемпионат придумали для студентов, так как у них уже есть какие-то знания. И с целью доказать, что у тебя есть знания, происходил этот чемпионат. Но затем придумали в прошлом году, что, может быть, можно и для школьников попробовать. Поэтому это так. Игорь, дети, которые примут участие в этом чемпионате, которые покажут хорошие результаты, в будущем, по-вашему, с какой профессией они смогут связать свою жизнь? Я думаю, что с управленческой. С управлением, безусловно. Потому что это будет их первый опыт, возможно. И если им это понравится, то они будут дальше двигаться к этим знаниям. Но проект реализуется уже не первый год, если я не ошибаюсь. Вот вы можете сделать какие-то выводы и сказать о том, что дети, которые приняли участие в этом проекте, добились каких-то лучших результатов, нежели те, которые не участвовали? То есть вот как складывается в дальнейшем судьба ваших подопечных? Есть чем похвастаться? Максим, чем мы можем похвастаться в данной ситуации, это, конечно же, ребята, которые выиграли в прошлом году. Они прислали нам свои отзывы. Они даже снимали видео и присылали как отзыв. Спасибо большое. Теперь на нашем уроке экономики мы самые-самые суперзнающие. Поэтому я надеюсь, что это им поможет при поступлении выше учебное заведение, естественно. Но я думаю, что в этом году мы об этом подумаем и, возможно, спросим какие-то больше отзывов. Вы сказали, что в команде должно быть как минимум три человека из одной школы. А вот какой оптимальный состав для команд? Три человека хватает или нужно вообще-то побольше? Три минимум, максимум четыре. Может быть и десять команд из одной школы. Просто как одна команда, это состав ее четыре человека где-то в среднем. Я могу добавить, что я сам участвовал в таком чемпионате только для студентов. И наверняка, чем больше, то есть четыре человека лучше четыре. Потому что чем больше, как говорится, знаний у каждого, тем и перспективнее. Одна голова хорошо, а две лучше. Вот, Игорь, если вы сами участвовали, поделитесь, может быть, своим опытом. Как вам потом в будущем это пригодилось? Вы почувствовали на себе какой-то чудесный эффект участия в этом чемпионате? Ну, прежде всего, я уже, прежде чем участвовал в чемпионате, я уже учился на управление проектами. И поэтому не могу сказать, что это мне дало прям очень много. Потому что у меня уже были базовые знания. И я имел представление, что это за соревнования. В общем, мне очень понравились эти соревнования, потому что они были хорошо организованы. И учитывая то, что управление проектами изучают только в трех школах, но победили команды совсем из другой школы, там, где не изучают управление проектами. Что очень интересно. Какое место ваша команда заняла? Наша команда заняла шестое место на отборочном туре. То есть сразу после лучших пять проходила в финал. То есть мы сразу за четвертой оказались. Вот интересно, вы можете привести пример, какие вопросы в отборе для команд? Или на самом чемпионате? Вот что собой представляет вопросы чемпионата, конкурса этого? Например? Ну, например, да, что такое проект? В чем заключается... Надо дать определение четкое? Да, ну, это... Как-то разорвано для теста. Это в виде теста. То есть ты можешь выбрать подходящий вариант ответа. Например, как определить цель проекта, да, откуда рождается идея, как ее развить и так далее. Ну, наверное, такие общие... В финальной части чемпионата тоже тест или уже... Нет. В финальной части пять лучших команд приезжают к нам. Им дается задание. Например, объяснение какого-то проекта и решение какой-то проблемы в этом проекте. За четыре часа они должны подготовить подходящую презентацию, презентовать ее ведущим руководителям проектов в Латвии. И они уже отбирают лучшего. Как это будет выглядеть, вот, чисто на практике? Что за площадка? Где это будет проходить? Это в каждой школе будет параллельно, одновременно происходить этот чемпионат? Или все дети соберутся в одном каком-то помещении? Или, может быть, вообще сейчас век современных технологий, можно вообще все это было делать виртуально? Онлайн-тест, как отборочный тур, он будет проходить просто неважно, где находятся школьники, их команда, они просто собираются дома, в школе, неважно, где, заходят на специальную страницу, и там проходит этот тест. А сам финал, он уже будет проходить в ресебе, в главном здании. Какая атмосфера на этом чемпионате? Страсти на колено. На колено, однозначно. Прямо так же происходит? Особенно в финале. Конечно, все хотят быть лучшими, все хотят показать, выложиться на максимум, показать свои результаты. У всех школьников есть цель, когда они приезжают туда. И, естественно, если их преподаватели приезжают вместе с ними, они тоже их очень стараются мотивировать и как-то им помочь, настроить их. Завязываются какие-то контакты потом между собой? Может быть, ребята сдруживаются из разных школ, потом продолжают как-то общаться? Да, конечно. А также у нас завязываются контакты, потому что мы созванивались с школьниками с прошлого чемпионата и тоже узнавали, интересно ли им, может быть, еще раз поучаствовать. И они тоже отозвались. Их отзыв был, что да, мы очень хотим попробовать еще раз. Давайте еще напоследок повторим, когда же ожидается чемпионат, как принять участие, куда подавать заявки и возможно ли это еще сделать. Да. До 11 октября есть возможность подать заявку, заполнив анкету. До следующей среды можно подать заявку на Академию, которая будет проходить следующую субботу. Это все. 14 октября будет проходить онлайн-тест. И 21 октября мы ждем всех лучших в финале. Заявки подавать на какой-то интернет-страничке или это делает директор школы непосредственно или учителя? Это могут делать и сами школьники. Всем школам были разосланы письма. И там есть вся необходимая информация. Продолжение следует...